Привет, непрофессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Бубнов и сегодня мы посмотрим матч между командами XXL и Ватник Крю. Обе команды в серединке турнирной таблицы, но XXL чуть повыше. В белой форме играет команда XXL, соответственно Ватник в черной. Ну и вот смешной дерби, да, будет Путин против Ватника, как это возможно. Но мы посмотрим и номинально, конечно, на бумаге фавориты футболиста команды XXL. Но на первых же минутах они пропускают, причем пропускают очень смешно и нелепо. Я не понимаю, как можно так в обороне играть, я всегда, ну, настороженно к этому отношусь, да. Но они бота поставили, видимо, в суперзащиту, да, бедного. Но так же не играют. Если вы поставили суперзащиту, то у вас и защитники должны эту линию выдерживать, остальные. А тут получается, что он бедный один остается. Здесь вообще, как они в обороне играют, я не представляю, да, потому что, смотри, вот раз, два, три, четыре человека, да, вот на этом квадратике находятся, да. Вот здесь четыре человека, пятый атакует. Хорошо, вот этот парень голубой, да, я его даже бирюзовым называть не буду, потому что в этой ситуации, ну, это неуместно. Куда ты? Вот что он делает вообще? Ну, вы же видите соперников, зачем все бросаются на одного, все на мяч смотрят, ну, это же смех. Вот здесь, ну, ты видишь, что ты уже не успеваешь, да, ну, вот. Что вы все несетесь-то за ним? Ты лучше перекрывай вот этого, а этот смещается, соответственно, левее. То есть надо играть-то по соперникам, а не вот так вот. В результате, что происходит? Единственное, что мог он сделать, это навесить штрафную. А здесь штрафной, у вас один игрок остается против троих, потому что это бот. Ну, и вот он один там ничего не сделает против троих, надо же помогать. Никто не помог, и пропустили легкий гол, который вообще нельзя пропускать. Запомните раз и навсегда, да, все. Ну, играйте по сопернику в данной ситуации. Да, если вы видите, что четыре на одного бегут, перестраивайтесь. И если вы уж бросаетесь там все вместе на одного, как этот один у вас успевает передачу сделать? Ну, это же смешно. Если вы все вместе идете в блокировку, то вы должны его заблокировать так, что он там голову поднять у вас не должен. А он не только поднимает, он еще и голевые передачи раздает. Ну, что это? Это не игра в защите. Так нельзя. Это делать. Там бедного Леонида оставили он. Ох, елки. Ну, вот здесь в атаке явно ошибся тот, который попросил. Да. Вот. Ну, куда ты просишь? Куда ты просишь? Дурак, что ли? Вот у тебя партнер забегает, он должен был просить. Вот. Он бы попросил, был бы выход один на один. На ход бы себе попросил, он бы дал бы все. Без вопросов. Куда ты просишь против тебя? Вот видите, да. Вот эта ситуация противоположна той, которая была у ватников в атаке. Вот здесь вот XXL, ну, будем говорить, в обратную ситуацию попали. Только просит мяч почему-то тот человек, который блокируется. Ну, он там, где много соперников, просить должен был вот это. Путин должен был просить. Путин не попросил, все. Атака загублена. Вот так все просто. У ватников в атаке тоже есть проблемы. Они неправильное решение принимают. ФИСТИКС. Вот дает классный пас здесь, да. Смотри, оп. Григорий! Гриша! 88! Даже в 88 году бы, понимаешь, доперли бы, как играть в этой ситуации, да. Потому что у тебя здесь партнер. Вот. Кати сюда, Гришенька! Кати! Че ты делаешь? Он яйца катает свои, Гриша! Ты че творишь-то? И сейчас, смотри, защита и защита этих XXL, да. Ну, с ботами играть, конечно, это... С ботами жить, по-волчьи выть, вот. Но, смотри, да. Ну, здесь два бота стоит, серенький. Иди, закрывай кого-то еще. Ну, че вы здесь втроем, как эти алкоголики, которые кучкуются, да, чтобы выпить. Вот тоже соображают там на троих. Но при этом в обороне, ну, у меня цензурных слов нету, да. Вдруг женщины, дети будут смотреть разборку, да. Я буду материться здесь, это будет некрасиво. Я вообще стараюсь не материться. И вам советую. Но в этой ситуации, ну, это не цензурная брань должна быть. Вот к такой обороне только нецензурная брань. Ну, и к атаке тут тоже нецензурная брань, потому что Гришенька решил пробить вот так. Ёлки-палки, Гриша, че ты творишь? Угловой заработал, но там один пас, да, и уже, ну, практически гаротировано голову. Но они забивают все равно с углового, потому что там даже не держат никто Гришу как раз. А это была многоходовочка Гриши, понятно. Вот это все-таки ватник Крю, они решили команду Путина побить ее же оружием, многоходовочкой. Понятно. То есть, просто так сыграть, ну, там Гриша понял, я не забью, да. Вот он решил многоходовую комбинацию сделать и, ну, остался один совершенно. Я не понимаю, даже, даже в команды там 4-го, 5-го дивизионов. У нас бубловцы, если что, в 1-м дивизионе играют на PlayStation 4. Вот, но даже в 4-м, 5-м дивизионе команды ближнюю штангу хранят как зеницу ока. А здесь, ну, как можно так расположиться вообще? Вы что делаете? Вы что делаете? Ну, опять, ну, голубой, ну, правильно же, стоя. Нет, надо было уйти. Вот, вот, ну, вот здесь, вот, стой здесь, держи ближнюю. Это же проще всего сделать. Желтого отправьте 66-го держать. Это элементарно, это азы игры в обороне, азы. Разобрать, стать между соперником и воротами, все. Чтобы хотя бы, если бы даже он ударит, чтобы иметь возможность заблокировать этот удар. А здесь получилось так, ну, его вообще никто не держит. Конечно, кто-то скажет, что стандарты там, это лотерея, да, все такое. Ну, ребята, лотерея не лотерея. Ну, здесь даже не было какой-то домашней заготовки, не было, это была просто подача. Просто подача была в район 11-ти местов, которые на ближней штанге замыкает игрок, никем не держимый, да. Что это такое? Ну, это безобразие, беспорядок, защиту при стандартных положениях отрабатывать. Ну, тут вообще надо защиту отрабатывать, любую, да. Это, во-первых. Во-вторых, я могу сделать скидку в этом матче на то, что два бота играют, да, в обороне. Ну, вот они вот косячат, не дорабатывают у XXL. Это действительно сказывается, поэтому еще и третий. Ну, вот о чем я и говорил. Боты, как играют, оно и видно. Там, в принципе, был бы живой человек, он бы перехватил. И здесь тоже Котейкин обыгрывает бота и бьет, ну, опять же, да, если вы играете и на что-то серьезно рассчитываете, ну, потрудитесь живых людей в команду собрать. Хотя у этих тоже, там, два бота, но ватники 3-0 не проигрывают. Ну, здесь сложно винить, мне кажется, вратаря, потому что все-таки в угол шел мяч, ну, и попал он идеально, по-моему. Сейчас посмотрим. Ну, хотя ближний, ближний угол, но удар был и сильный, и такой вот на неудобной для вратаря высоте. Здесь я бы не стал все шишки на голкипера вешать, потому что все-таки дали ударить, хорошее пространство, а если умеет футболист исполнять лонгшоты, то он с ними справляется. Ну, вот опять, здесь отмечаем, конечно, игру футболистов, игру футболистов ватника, да. Ну, вот здесь, смотри, обыгрыш пошел, ну, куда ты на ход ему пихаешь? Вот тоже, кто это, лютый, да, сейчас посмотрим. Да, это лютый. Ну, вот, чё здесь происходит? Он вообще лежит, дай ему отдышаться, зажми, зажми ЛТ, да, вот, и дай забежать своему партнеру, защитнику. Ну, он забегает, он правильно поддерживает атаку, да, и разовьет его эту атаку, ты потом смещаешься в центр, этот поднимается, тоже бежит, и плюс форвард там, и на дальней штанге подключение, все. Тем более здесь боты, и у них даже три бота играет в обороне. Ну, зомби-микс, вот этот Брэкс, я сложный никнейм, я такие не люблю, вот, Путин простой никнейм, Рокер, пожалуйста, я могу выговорить. А вот всякие там нечитаемые, я даже запомнить не могу. Вот, еще один момент, и очередной дальний удар. Ну, я уже про опорную зону XXL говорил много раз в предыдущих матчах, да, но они просто не в состоянии играть в этой опорной зоне. Что Колясик, что его партнер, ну, Колясик здесь сместился со своей точки, да, потому что голубой опять занимается чуть ли чем. Вот смотрите, как он играет, вот, вот что это такое, где он находится, где, что он делает, какие функции он выполняет. Я не представляю, и вот как он, здесь надо ситуацию вот и досмотреть, да, на его перемещение. Вот он бежит, в атаку бежит, перехват, ты видишь, что перехват, ну, куда ты нажимаешь кнопку, надо запретить просто нажимать кнопку отбора. Ну, это, я не знаю, это школьник, который жмет все время эту кнопку отбора, да, но эта кнопка отбора не работает. Понимаешь, она не работает, когда мяч находится в 10 километрах от тебя. И вообще, перехваты FIFA 18, ну, это азы, я рассказываю, может быть, для новичков, которые в профи-клубах на таком уровне играть не должны, да. Ну, это, может быть, он, конечно, у него это рефлекторно как-то происходит, да. Ну, смотри, вот колясик занимает правильную позицию опорного полузащитника, да, и этот выдвинутого играет. Ну, играй выдвинутого. Что ты делаешь-то? Вот здесь, зачем нажимал? Иди сопровождай его. Получилось, что в опорной зоне футболисты ватника получили преимущество из-за вот этого вот непонятного действия. Смотри, раз, и все, и уже больше игроков становится, потому что он задержался. Так бы он бы играл бы здесь, колясик бы сместился, закрыл этого. Все. Вместо этого колясик пошел в неудобный отбор, защитник там тоже какие-то шпагаты выделывает. Я не понимаю, хватит кнопки трогать, не надо их трогать. Вы на свидании с девушкой сразу в трусы к ней, что ли, лезете? Этот тайминг надо соблюдать, елки-палки. Вот здесь то же самое. Как они любят кнопки нажимать, их потом разделывают под орех по этому. Ну, не надо нажимать кнопки, если времени для этого подходящего нет. Но они нажимают и нажимают. 7-0 по ударам, 7-0. Я бы после такого позора бы, это только, знаешь, 19-ая минута. Ха-ха-ха, 19-ая минута матча идет, 1-0-3, горят 7-0 по ударам. Да, красавцы. И у соперников три бота в защите играют. Они ни разу по воротам не пробили. Я не знаю, как так можно играть в футбол. Причем моменты-то возникают периодически. Но там центр поля проигран. Когда центр проигран, всегда так. Ну вот сейчас дали Путину развернуться, пробить хорошо. И вот опять же, да, я замечаю, я замечаю, что вот в этой ситуации, да, Иппосибл опять, но он к атаке тяготеет. Чего вы его ставите в эту опорную зону, ему там не нравится играть? Надо другого пробовать туда, его ближе к атаке. Потому что он передачи выдает изумительные. И у него это чувство паса есть. Но у него чувства позиции нету совершенно. Ну смотри, хороший пас отдал, он увидел подключение. Видал? Опа, мягонька дал. Именно как раз в ту зону, где два бота, и эта пятерка. Хороший пас, ну и Путину здорово прошел, развернулся и ударил. Ну это, это уже мастер. Ну Форват, конечно, хорошо свою работу сделал. Тут проблем нет. Ну и там опять же сыграно через зоны ботов. Поэтому в обороне Ватника тоже винить особо некого. Ну они сами виноваты, что играют с ботами. Вот, это, ну и те, и те, и заботов много напропускали сегодня. Вот опять сейчас что бот сделает? В такой ситуации главное вовремя попросить. Скарфейс сейчас правильно сделал, что подождал. То есть он не сразу попросил, а дал боту обработать мяч. Многие начинающие команды ошибаются с тем, что они сразу жмут кнопки и боты в итоге делают перехваты. Ну здесь 4-1. Там не оборона, а проходной двор. Вот, смотрите, да? Заброс пошел. Опять где играет импосибл? Что он там делает? Я не понимаю, почему ЦАП обороняется лучше, чем импосибл? Вот, ну нету человека в опорной зоне. Он голевой пас отдал, все, пальцевеером, король жизни что ли? Я этого не понимаю. Ну это опять гол из опорной зоны, которая своим делом не занимается. То есть, ну, ну вы сами все видите. Я даже могу это не комментировать, не разбирать. Но если вы видите, из-за кого вы голы пропускаете, кто не дорабатывает прежде всего, да? Ну вот смотрите внимательно. То есть, выход 4 в 1. Вы можете себе такое представить? Защитник какой-то эпилептик там играет. Я извиняюсь при всем уважении к людям, которые страдают тяжелым заболеванием, да? Но что он дрыгается? Вы мне объясните, пожалуйста. Центральный защитник это скала неприступная, которая должна стоять в состоянии равновесия все время. И если он начинает падать, заваливаться, что он падает у вас? Это не Неймар. Не на той позиции он играет. Сопернику фолов не дадут за это. Какие-то подкаты делает. Я не знаю, что они... У меня слов нет. Ну, это позор. Это с такой оборудованием вообще выходить на матчи, это позор. Но нельзя так играть. И если вы знаете, что у вас там тем более боты, опорные полузащитники должны играть ниже. Они должны именно не центральными играть, а опорными. И выполнять оборонительные функции. Когда у вас оборонительные функции выполняет один защитник, и тот эпилептик, то это, конечно, тяжело, да. И вы никогда не выиграете ничего. Ну, вот пас. Вот пас отдать сложно, да, в этой ситуации. Ну, как можно было потерять мяч? Это, знаешь, тут каждую секунду разбираешься и просто смеешься. Ну, как так можно было? Ну, естественно, уже XXL торопится. И после был отработал в обороне. Ну, хотя бы что-то сделал, да, видишь, уже не дал ударить. Уже момент худо-бедно, как говорится, исполнен, да. Момент есть. Ну, сейчас дал пробить опять, да. Ну, в опорной зоне беда. Но в атаке тоже ничего не получается, да. Ну, вот что это такое? Вы можете себе вот такое представить? Что это? Что вы мешаетесь-то друг другу? Уровень взаимопонимания, ну, в этом матче просто нулевый. Еще и дизмораль пошла. Ну, лютый, ну... Отыграй, да, отдай ему мяч, сам забегай. Или ты забегай. Ну, вы же определитесь. Вы же в голосовом чате там сидите. Сидите, наверняка. Ну, как так можно атаки начинать? Вот как они атаки начинают. Лютый отдает паст-центр на соперника. Прекрасно. Плеймейкер от бога. У вас вот плеймейкер бегает весь уже уставший. Потому что, ну, не понимает он, что, как ему делать, как быть. Ну, и как следствие тут постоянно ему приходится в обороне работать. За себя и за того парня. Ну, вот опять, да. Вот посмотрите, да. Где располагается импусибл. Опорный полузащитник располагается на позиции левого атакующего. Вот при которатаке это... Ну, я все, конечно, понимаю. Да, но есть вещи, которые я не понимаю. Ну, вот смотри. Мяч выбили. Ты не знаешь, кому он достанется. Твоим партнером или нет. И он бежит в атаку. Смотри. Ну, естественно, там мяч потерян. Да, естественно. Ну, куда ты бежишь-то, елки-палки? Мало того, что эти опять на одном участке поля располагаются, да, без дела. Так еще и в опорной зоне опять колясик один против троих остается. Ну, это же, это же размены не в пользу, не в пользу XXL, а регулярные происходят. Это я ошибки только по одному матчу беру, уже штук 10 можно было насчитать, да. Вот. Потому что, смотрите, плеймейкер как опускается в оборону, лютый как опускается в оборону, да. И где находится импусибл. Опорный полузащитник, который здесь должен играть. А он там не играет. Он в атаке у вас играет. Ну, и поэтому вы не удивляйтесь то, что вы 4-1 проигрываете. Вы проигрываете из-за одного человека, который не умеет держать позицию. Проигрываете крупно. По игре ватник лучше смотрится, но они потому что и атакуют более слаженно, и обороняются более слаженно. Ну, по крайней мере, три бота, они друг другу не мешаются, и они не бегут в атаку, как некоторые. Да. Вот. Ну, вот переходят в атаку, да. И смотрите, численное всегда у ватников численное преимущество в обороне. То есть нет такого, что у XXL имеется больше игроков в атаке. Они отберут и аккуратно начинают атаку. Вот и все. И здесь уже XXL. Иди обороняйся. А обороняться XXL не умеет. Мы это уже поняли, да. По нескольким фрагментам буквально. Ну, здесь они уже, они пользуются ботами. Тут 100% уже так. То есть это не ошибки непосредственно игроков XXL, да. Это уже ошибки ботов. Ну, там у них центральный защитник вышел. Хотя, совершенно не его вина. Ну, не только его. У него тоже там косяков хватало, в принципе. Вот. Ну, вот нереал левел выходит. Убьет. Неплохо. Ну, так, в принципе, атаки с ходу-то типично неплохие для XXL. У них хорошая команда по исполнителям. Там есть кому забивать. И с точки зрения атаки команда сильна. Но с точки зрения взаимодействия там бывают ошибки. Ну, вот Ридик что делает? Вот я не понимаю, Ридик тоже футболист. Но совершенно не яркий. Вот поменяйте местами. Попробуйте Ридика в опорной зоне. А импосибла попробуйте в этом. Попробуйте в атаке. Ну, вот на месте Ридика. Потому что Ридик, я сколько сотню его матчи давно, он ничего не умеет. Не обыграть не может. Ничего. Тебя оставили против бота один в один. Ну, здесь любой маломальский хороший игрок, да, левого фланга. Он, ну, хотя бы зажмет микроконтроль. Попытается бота пройти или пас отдать на худой конец. Да, если обыгрывать не умеешь. Ну, что он делает? Он просто бежит с мячом. Бежит с мячиком и теряет. Я сколько сотню, он к атакам подключается вяло, как селедка в бочке болтается. Пусть он играет в обороне тогда. И вот как раз в оборной зоне нужен игрок, который будет спокойно играть, держать позицию. И там от него никто не будет требовать подвигов. Просто делай свое дело. А импосибла наоборот на подвиги тянет. Он все бежит туда, бежит. И в результате у вас получается кошмар какой-то. Я бы вот так и поступил бы на месте XXL. Смотрим второй тайм, атакует XXL. Ну, вот сейчас яркий пример. И вот если у вас в команде есть чудак, ставьте его в атаку. Если у вас... Потому что самые сложные позиции в FIFA 18. Это центральный защитник, опорный полузащитник, крайние защитники. Вот это действительно, ну особенно центральные защитники. Это самая тяжелая позиция. Опорный тоже должен зону контролировать. Поэтому сложная тоже позиция. В атаке сможет играть, ну, относительно неплохо. Да, но от Риддик. Что, я не могу сказать, что он плохо играет. Он нормально играет. Вот, но там просто игра так построена, да, что в атаке играть очень просто. Она под атаку заточена. А вот обороняться сможет только избранный. Ну, вот здесь импосибл, да, смотри. Вот он дал передачу, плохую причем, передачу, да. И что он делает дальше? Видя, видя, импосибл, что у тебя колясик находится тоже в атакующей полупозиции. Колясик-то правильно открылся под короткую передачу от этого, да. Вот не реал-левела. Ну, вот ты видишь, ты должен ситуацию анализировать. Эта работа как раз диспетчера. Анализировать, смотреть постоянно, что на поле происходит. И вот если ты понимаешь, что твой партнер по центру поля находится впереди тебя, что ты должен сделать? Взад уйти ты должен. По-хорошему говоря, взад. Сместиться назад. Он вперед побежал, Усейн Болт. Он вперед бежит. Пусть, говорит, боты там в обороне работают. Ну, вот они и работают как могут. И вы пропускаете пятый гол. Это привет, импосибл. Кариок о Спартаке богом был по сравнению с этим импосиблом. Ну, четыре гола из пяти он привез, блин, вам. И вы с этим ничего не делаете. Поменяйте их местами. Говорю, Ридика поставьте. Он позицию свою держит. Хотя бы. И я не знаю просто, как такое возможно. Ну, так пороть, так протачить каждый раз. Это мало того, что его неточный пас, но это бог с ним. Так он побежал вперед, вместо того, чтобы в обороне отрабатывать. Поэтому 5-1. Поэтому не надо удивленное лицо делать. То, что вы там, ну, и видно, что он не отбирает мячи, как должен напорник отбирать. Он в атаке играть хочет. Вот Ридик в атаке. Да, что делает? Давайте смотреть. Идет, дает. Но импосибл это бы прекрасно сделал. У него вот эти пасы, они на автомате делаются. Путин не знаю, что не бил. Кого искал там. Ну, зря он это все дело делал. Надо было бить поворотом. Там не было, потому что партнера в открытой позиции. О, куда-то катил. Сам не понимает, куда. Вот импосибл. Хорошо развивает он атаки. Хорошо. И в итоге, видишь, вот он в атаке поучаствовал. Сразу момент. А Ридик, Ридик вот в прейсер пошел вроде бы. Да, ну, тоже тут не добежал, там не добежал. И снова атака ватников. Да, Котикин. Обыграл одного с ботом, поборолся. Ну, здесь нарушение правил. Пытались атаковать снова игроки. XXL, да. Вот, смотри. Импосибл играет на колясика. Колясик просто дает сопернику мяч. Вот опять, из-за чего опасность у ворот, да. Потому что вот эти люди, они, ну, я не знаю, ну, яйца вот. Занимаются катанием яиц вместо развития атаки, да. Они катают яйца. В результате у них мяч потерян, да. Ну, вот давайте смотреть, как, что в этой атаке было не так. Идет пас боту. Хорошо, ты принял, да. Ты принял. Что дальше? Получает мяч импосибл. Ну, дает правильно ближнему. Ну, плохо дает, потому что сразу три соперника успевают, пока этот мячик прыгает, отдать на колясика. Но колясик в этой ситуации одно правильное решение. Быстро скатить туда. Но вместо того, чтобы дать на фланг сильным пасом низом, он зачем-то дает вперед и обрезается. В общем-то, здесь три соперника собрались. Они специально собрались, чтобы здесь как раз этот пас прерывать. Они единственное, не крыли только вот эту зону. Ну, тут надо было быстро сориентироваться. Опять же, да, это реакция нужна хорошая. Он не среагировал. Колясик получили контратаку. Импосибл, естественно, бежит вперед. У него одна функция на геймпаде, да, одна функция для левого стика, это бежать вперед. Куда, зачем, неважно. У тебя, вместо того, чтобы опять же идти назад и страховать, тут есть кому вперед идти, понимаешь, да? Есть кому вперед. Вот ты пас отдал. Видишь, что набегают на твоего партнера. Ты, во-первых, что должен сделать? Создать ему вариант для обратной передачи, чтобы он мог тебе отдать. Вот сюда отойди. Отойди сюда, стянись. Все. Ну, даже если бы колясик ошибся, он бы ошибся все равно, он уже заранее нажал. Ты бы находился вот здесь. И бежал бы, сопровождал бы, помогал бы. Тем более, там одни боты сзади остались. Ну, нет, естественно, импосибл гуляет, как ветер в поле, где попало. Вот он бы уже успел бы в этой ситуации помешаться. Здесь чудом, чудом, конечно, не перехватывает этот мяч колясик. Здесь атака должна была захлебнуться, но это трагическое невезение для XXL. Им не повезло. Ну, и, естественно, раскат, пустые ворота. Тут, когда в защите три бота, это... Ну, так оно и делается. Да, крайний защитник потерял позицию полностью. Но он закрывал игрока в центре, поэтому там он один остался. Я даже тут разбирать не вижу смысла уже, потому что очень много ошибок в обороне позиционных. Ну, и, собственно, если... Ну, если у вас постоянно идет брак в центре поля, именно связанный не с владением мячом даже, да, с игрой без мяча... Ну, вот сейчас, что опять два эти чудака сотворили? Что колясик, что импосибл. Что они сотворили? Ну, кто такие передачи вообще дает? Они опять обрезаются. Вы их отправьте в синагогу работать, чтобы они там мальчикам обрезание делали. Потому что в футбол играть у них одни обрезы получаются. Это два брата обрезанта. Я не знаю, как это назвать. Ну, переведи ты кнопки, что ли, не знаешь, как делать. Левый бампер зажал и пас нависушкой, закидушкой дал он на защитника. Вот. Он забегает как раз, да, ему. Вместо этого... Ну, тут... То ли он... Он, может быть, и хотел ему дать, да? Ну, опять импосибл здесь трется, обжимается. Ну, цвет... Это, слушай, ну... Это уже не Бирюсово, если ты так играешь. Не, ну, он давал... Он давал, в принципе, в правильном направлении, да? Но импосибл вырос непонятно откуда. Может быть, он бы и дал бы пас на фланг нормально. Но импосибл говорит, и дай мне мяч, я покажу, как надо. Вот, показал, как надо. Очередная потеря. Я уже не знаю, и сколько... Вот три последних разбора у нас XXL. И одни и те же ошибки. Они же то же самое. Ну, постоянно у них на одном и том же они горят. Потому что просто, знаешь, как проблемы... Шутка есть такая, да? Про мифы Древней Греции. 99% проблем в мифах Древней Греции начинаются с того, что Зевс не мог удержать свой половой орган в штанах, да? Или в тунике, я не знаю, где там. И вот здесь 99% проблем XXL идет от того, что опорный полузащитник не может удержать свою позицию. Причем там оба хороши. Но один прям совсем... Совсем порит. Пресс-кариоке я бы вручил именной бы. За такую игру божественную. Это сложная позиция. Но тем не менее, надо сложности же преодолевать, да? Надо учиться. Но я здесь прогресса не вижу от игры к игре. Просто не вижу прогресса. И, ну, там... Вот здесь бот, кстати, хорошо отработал в защите. Запоминайте, вырежьте этот момент и на кассету себе запишите, как играть в обороне. Может быть, бот вас научит. Вот характерный момент в концовке, да? Смотри. Путин получает мяч, но лютой уже сил нету вообще бежать. Вообще нет сил бежать. Ну, в такой ситуации что надо делать? Отдал мяч лютому, сам забежал. Что делает Путин? Отдает мяч лютому, но так отдает, что он сам забежать не может. Вот загнал в итоге партнера в угол. Тоже, да? Атакующая игра не идеальна. Но, знаете, если бы... Это как дом. Понимаешь? От атакы это крыша. Защита это фундамент. И полузащита это, как говорится, остальное строение стены, да? Вот у вас не будет атаки, если у вас стены дырявые. Потому что крыша у вас рухнет. Дом будет плохой. Если у вас большие проблемы там с фундаментом, то надо укреплять этот фундамент, укреплять стены. Тогда и атака будет, потому что там есть исполнители, да? Ты самую качественную кровлю, черепицу положи, да? Ну а что толку, если стен нет, на чем она держаться будет? И вот здесь то же самое. Та же проблема. Но вот опять, да? Я удивляюсь. Я удивляюсь. Позиционной игре... Ну тут я даже не буду останавливаться уже. Потому что я много об этом сказал. Потом мне говорят, Александр Викторович постоянно находит себе жертву, да? И придирается. Такого нету. Ну если... Я же смотрю за всеми, да? Если кто-то ошибется, я говорю, ну ошибся, ошибся, ошибся. Если один человек постоянно ошибается... Ну что я скажу? Он ошибается. Ватники грамотно воспользовались теми ошибками, которые были у... У этих... У XXL, да? Зато у импосибла от FIFA оценки ставит. 8,7. И он там потом получит лучшую оценку, потому что голевую передачу дал. Понимаешь, да? Вот. Оценка. Оценка. Лучший в команде по оценке FIFA 18. Это вообще... Это вообще... Можно памятник ставить, да? Главная защита, которая пропустила 6 голов, имеет оценку от... Ну 6,7 самая низкая у бота, да? Этот 7,1. 7,2. Вы что там упоролись, что ли? Вы что там совсем, что ли, о полоумере? Какие... Там вообще оценки выше тройки быть не должно ни у кого. Включая опорную зону. Это голевую дал, все. Мы тебе оценку повысим. Ну давай смотреть. Ой, же голевая. Поэтому у него оценка высокая. А то, что голевые должны раздавать другие люди, это... Это ничего страшного, да? За весь матч от удары створа, вы видите. Это смех. Завершенные пасы. Ну да. Нет. Ридик меня вообще поражает. Вот мой вам совет, да? Попробуйте. Поменяйте местами. Может быть, у Ридика, конечно, там желание большое играть в атаке. Но, честно вам скажу, я от него не вижу. Даже вот, ну, в тех матчах, которые мы смотрели. Он меньше всех берет на себя игру. Он не обладает той техникой, которая есть у нереал-левела. Может быть, обладает, но он не показывает. Не показывает. Да, у него там успешные обводки 7 из 8. Но мы эти обводки видели. Это пробежал мимо соперника, а вот уже эти обводки. Ну, у импосибла 9 из 9 обводки. И че? У него лучше показатели. Я бы попробовал импосибла слева. Потому что он создан для игры в нападении, в обороне. Я не могу сказать, что он плохой игрок, да? Но это не его позиция. Вот это 100%. Ну, просто не его. Дайте ему раскрыться на другой позиции. Он там лучше заиграет. Я уверен, что он слева покажет класс. Это совет от Бубновых. Можете так это трактовать, да? Совет от Александра Викторовича. Ну, что касается здесь. Тут норматив многие выполнили. И Котейкин. Ну, вот у Фистикса большой процент брака. Очень. А вот Джаред, Котейкин. Молодцы. Ну, и опорная зона у них особо не лезет вперед, да? Да. Ну, там вводки 4 из 4. Явно есть более оборонительный опорник. 8 из 8. Ну, это такой местный импосибл, да? Будем говорить. Но все равно много моментов они не дали создать XXL. Потому что у XXL игры не было. Без фундамента и без стен играть хорошо невозможно. У этих защитие боты, да, были. Но, тем не менее, тем не менее, за счет грамотной подстраховки опорной зоны футболисты ватников сыграли лучше. И победили за счет более правильной игры полузащиты. Вот на этом у меня все. Спасибо всем, что смотрели. Не забывайте ставить там пальцы вверх. Подписываться на канал. На группу Российской Лиги Xbox One. Ссылки будут под видео. Всех еще раз благодарю. Всего доброго. И до свидания.